Всем привет! Я в Октябрьском районе, это район МЖК. Вот так выглядит вторичка, самая дешевая, более-менее в свежих домах на правом берегу. Это Октябрьский район Новосибирска. Студии здесь, в этом районе, начинаются от 2 миллионов 800-900 тысяч рублей. Более-менее такие, где можно купить и жить. Есть и дешевле, конечно, но либо уже черновые. Под ремонт. Либо уставшие от мигрантов. Вот такие состояния тоже под ремонт. Ну, а вот такие здесь дворы. Кому интересно, потому что много сейчас звонков, люди спрашивают, где можно купить, почем жилье. Поэтому стараюсь просвещать. Аренда в этом районе, если сдавать, допустим, студию, минимум 17-18 тысяч рублей. Это самые, ну, такие, более-менее приличные, не с евроремонтами. Просто частенькие квартирки, где все есть необходимое. Вот такие цены. Вот такие здесь дороги, нормальные, почти везде. Транспорта ходит очень много. В основном здесь все, конечно, я думаю, ездят с пересадочкой до метро Золотая Нива. И дальше уже куда-то там сесть можно на метро и через 25 минут быть в районе проспекта Карла Маркса. Есть, конечно, и вот такие дома посвежее, да? Татьяна Снежиной, 42. Вот, смотрите, адрес. Но здесь квартирки подороже. Вот справа, слева тоже вот такая вторичка. Здесь хрущевок нет в этом районе. Все дома вот такие. Жулаички называется. Кто не знает. Вот это место очень часто, когда хорошие дожди топят. Очень сильно топит. Здесь есть минусы. Напишут, конечно, люди, комментарии, что вот-вот-вот, там тут-то, тут все. Но я скажу, ребята, здесь самое дешевое жилье. Поэтому ваши минусы, они, ну, вообще, как бы, не к месту, да? Если у вас есть деньги, миллиончиков 5-7, то вы можете, конечно, и где-то, ну, где вам более-менее нравится искать жилье. Но если у вас 3 миллиона рублей, и вы хотите квартиру не в древнем доме, где умерла, кто-нибудь умер, да, вот, это вот. Да, райончик веселый, я не буду скрывать. Любой клиент, который мне позвонит, я ему выложу всю правду про этот район. Но еще раз скажу, цены тут самые низкие. Дешевле, наверное, немножко дешевле, это первомайка. Но, ребят, это уже, как бы, совсем далеко от центра. Тоже есть люди, которые любят первомайку. Дороги тут делали асфальт в прошлом году, и он уже вот куда-то делся, этот асфальт. Так что еще раз скажу, я уже, наверное, где-то после нового года сразу всех предупреждал. Кого интересует вторичка, ребята, шевелитесь, покупайте, потому что она будет дороже, вторичка. Сейчас цель у Центробанка немного сравнять, не сравнять, а приблизить хотя бы чуть-чуть цены новостроек и вторички. Потому что, ну, в основном были такие времена, когда у нас жилье во вторичном фонде стоило часто дороже, чем новостройки. Особенно в центре это было, поэтому, ребят, то, что сейчас такой разбег практически иногда в два раза цена в новостройках дороже, чем вторичка, такого, конечно, ну, не должно быть. Такого никогда не было. И, поверьте, цели у наших властей, у Центробанка сделать что-то дешевле, ну, никогда нет. Они не сделают новостройки дешевле, чтобы приблизить цену ко вторичке. Просто новостройки, они будут в любом случае дорожать, хотя бы по чуть-чуть, понемногу, не так быстро, как раньше. Они будут дорожать, просто на вторичном фонде жилье подорожает, понимаете, оно будет дороже, вот. Поэтому еще раз говорю, покупать сейчас можно, пока еще рынок только начал раскачиваться вторичной недвижимости. Показики идут, как бы все продается, клиенты, которые со мной работают, не дадут соврать, что мы там смотрим квартиры какие-то, они тут же махом уже на задавках, варианты ликвидные, да. То есть в Новосибирске жилье не стоит, это не тот город, где что-то должно упасть, там подешеветь, ребят, ну, это город, мегаполис. Да, он неухоженный, как сейчас у меня клиенты приехали, не ожидали они увидеть такое, потому что смотрят на моем канале видео, и я вот рассказываю, да, вот смотрите, справа, слева тут куча какие-то, рельсы разбитые, трамвайные. Они здесь всегда такие, ну, просто всегда, вот, сколько я знаю, город Новосибирск, всегда они вот такие рельсы здесь. Вот улица ГБШ, наверное, первый раз за все, сколько лет, вот она такая нормальная, улица, после зимы осталась, это просто чудо, чудесное вообще. Клиенты насмотрелись видосиков, я так понимаю, красивых, кто-то снимает там площадь Ленина на крутую цифровую технику. Они не снимают там то, что памятник Ленину, у меня как-то есть видос, он весь в трещинах, там весь кафель отваливается, просто, ну, красивого, мало там чего, да. Да, уже его, ну, страшно смотреть. Таких вещей не показывают, снимут набережную, снимут там еще какие-то, какой же город красивый, просто глаз не оторвать. А на самом деле, вот он, какой город, да, я вам показываю на своем канале честное видео, которое, вот он, город, и клиенты, когда едут, да, что-то смотреть, мы едем на МЖК, потому что вот там они увидели, что такие дома классные. И все такое, я могу их привезти специально в определенное время, где весь, скажем так, срез общества будет на улицах ходить и показать, что, как мы можем пройтись. Ну, опять же, я еще раз говорю, если у клиента, там, бюджет 3 миллиона рублей, то, ну, ребят, как бы, тут либо вот в районе Доватора купить вонючую хрущевку, страшную, да, ну, либо чуть-чуть, вот, чуть-чуть, несколько остановок подальше проехать, и вы более-менее в панельке возьмете, ну, что-то посвежее. Поэтому, ну, выбор вот такой, да. Если клиент рассматривает там гораздо дороже, конечно, я предложу что-то еще лучше. Ну, тут все зависит от вашего бюджета. Развязка здесь транспортная, нормальная, даже очень хорошая. Вот это у нас пока еще Гусинобродское шоссе за светофором. Немного шумов вам мегаполиса. За светофором будет уже улица Никитина. Вот улица Никитина. Сейчас начнется. Вот это уже улица Никитина. И она идет до самой практически улицы Польшеринской. Очень длинная улица Никитина. Ну, а я сейчас поверну на улицу Кашурникова. Вот она будет с правой стороны. Которая ведет прямо до Березовой рощи. Ну, вернее, она начинается в районе Березовой рощи. И доходит вот сюда. Здесь можно покупать вот с левой стороны. Тут вторичка, да. Такая есть достаточно свежий дом. Тут Добролюбова 162-1, по-моему, да. Ну, то есть, есть, есть. Тут еще у нас новостроечка. Слева старт продаж был. Буквально вот за светофором слева можно вкладываться. То есть, здесь вот до метро буквально 10 минут ходьбы. До метро Золотая Нива. Поэтому район уже здесь более интересный, чем на МЖК. Потому что, кто бы что ни говорил, вот там Октябрьский. Ну, некоторые не любят. Но, тем не менее, здесь есть школы-садики. Здесь есть метро, в которое вы можете на этом метре долететь быстренько за 25 минут куда-нибудь на проспект Карла Маркса. И все. Смотрите, сколько здесь зелен. Вот слева здесь стоят двухэтажечки. Скоро их все будут тут сносить, конечно. Здесь будет строиться. Район будет активно развиваться. Ну, он и так развивается, как метро открыли. Здесь сразу же цены значительно подросли. Вот, смотрите, с левой стороны у нас тут панельки, дома. Вот здесь тоже домик, да. Вот это все, линия метро. Это все, я считаю, шикарное место. Вот просто где-то, смотрите, даже африканские ребятишки ходят справа. Ребятишки. Возможно, где-то, ну, вы живете, я не знаю, куда сейчас, кто смотрит. В небольшом городе, в небольшом поселке, где можно полтора километра, да, вся ваша протяженность. Это, кажется, ой-ой-ой, как далеко. Сейчас я немножко вам тут подсниму локацию. Но для Новосибирска, смотрите, любую станцию метро, полтора километра, пешком от нее, это прекрасное место для покупки квартиры. Прямо вот смело берете и покупаете. Это нормально. К примеру, вот еще одно место, Золотая Нива. Сейчас я выйду, покажу вам. Вот вам ответ на то, где можно купить жилье. Можно купить жилье вот здесь. Вот метро Золотая Нива. Смотрите, вот она, вторичка. В том направлении у нас Березовая Роща, в эту сторону Молодежная, в ту сторону Есенина. Вот здесь все это можно покупать полтора километра смело, смело. Вот от остановки Молодежной до Кафе Лада, остановки в эту сторону, допустим. Можно брать смело. Метро рядом, школы, садики. Вот такая вторичка. Все тут супер. Купите тут у бабулечек кучу ягод всяких. Это вход в метро. Вон на той стороне тоже вход в метро. Там еще вход. Вот вход один еще, видите. В общем, со всех сторон можно зайти в метро. Лютая классная локация. Здесь очень много магазинов всяких, любимых всеми. И лента, и пятерочка. Все, что хотите. Все здесь есть. Вот это направление в сторону Кафе Лада. Ценники тут намного, ну, как бы значительно дешевле, чем на той же Березовой роще. Буквально, да, одна остановка метро отсюда. Но я считаю, что не хуже. Место все тут есть. Кафе Лада. Всем еще раз привет. Прошел долгожданный, благодатный, хороший дождик. Я опять на площади Калинина. Метро Зарицовская. И сейчас пройдусь пешочком. Может быть, кому-то это будет ценно. В виде воспоминаний. Под Уси Ковальчук от остановочки магазин Чемпион, площадь Калинина до остановки Плановая. Мимо остановки магазин Уют. Тут был магазин Чемпион. Сейчас вот он, да, наверное, остался кусочек. А раньше был большой магазин. Как в Нью-Йорке раньше было. Видите, мусор. Сейчас там уже не складывают мусор. Теперь там баки стоят красивые. Вот кому интересно. Вот такая вторичка рядом с метро. Сейчас она все больше пользуется популярностью. На месте вот этих новостроек лет 20 назад тут был частный сектор, страшные заборы. Я помню, мы тут и дома продавали, и сдавали в этом районе. Теперь тут уже практически ничего не осталось. Сейчас там идет застройка. Вот такая уютная остановка. Называется магазин Уют. На Дусе Ковальчук. Тут, друзья, гораздо дороже квартиры. Просто в два раза, чем вот в таких домах. Так что не надо спрашивать. По той же цене в этом доме. Но вот только нам бы посвежее. Вот в таком, ребята. Умножайте свои хотелки на два. Вот она вся, эта яма застраивается. Где раньше был частный сектор. Я думаю, те, кто там лет 20 уже не был в городе, Дусе Ковальчук, не узнают эту улицу. Еще бы эти трущобы начали сносить. Пятиэтажные. Ну, пора уже это все сносить, друзья. Смотрите, выглядит так себе. Для, в принципе, центральной части города. Как-то не очень, не солидно. Хотя тут тоже заборы. А, вон еще что-то тут остался. Какой-то домик. Кто-то сопротивляется. И хочет съезжать, видимо. Перекресток плановый. Прямо, если ехать по Дусе Ковальчук, приезжаете на Владимировскую мясокабинат. Налево цирк. Направо зоопарк. Ну, а мне сюда. Идем смотреть квартирку. Очередной показик. Вкусно пахнет. Из палатки с фруктами. Трубы не стали делать. Коля-папилен мы сделали металлом. Все трубы металлические. То есть, здесь очереди будет течет. Еще долгое время. Чекарочные мастители. Раз. Два. 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 я в центральном районе это у нас улица гоголя если такая уже вторичка новостройка и рядом есть вот такие дома у нас в этом доме вы даже студию не купите за 5 миллионов рублей здесь можно двушку купить страшненькую за 5 поэтому не думайте некоторые насмотрятся объявлений фейковых в интернете приезжают и хотят купить за 8 миллионов рублей какую-нибудь трехкомнатную квартиру в центре города в свежем каком-нибудь ну как думают вторичка ну пусть она будет ей лет пять это уже вторичкой и я куплю такую квартиру я думаю тот кто будет смотреть мое видео поймет о таком я говорю но такого никогда не бывает и не было чтобы можно было купить так дешево все в центре я никогда на канале не обещаю ничего такого говорю всегда некрасивую правду если кто-то смотрит моё видео первый раз я скажу я уже больше 20 лет в недвижимости работаю не только по новосибирску продаем и сочи и новороссийск и москва питер работаем как бы везде вот такие дворики хочу сказать что не слушайте никого не читайте всякую чепуху в чатах что вот там закрутили ипотеку сейчас все подешевеет все будет бесплатно никогда такого не будет в новосибирске никогда могу сказать по новостройкам роста цен такого не будет как раньше да у меня инвесторы зарабатывали в год некоторые по 50 процентов до отложенных денег такого сто процентов не будет будет в районе думаю плюс минус 10 процентов но новостройки они стоять не будут они будут деть дорожать в любом случае всегда спрос на новостройки есть единственное что я вам могу сказать кто ждет бесплатное жилье вот такая вторичка она будет еще больше расти в цене потому что еще расскажу я уже говорил своих видео всегда вторичка стоила практически столько сколько черновая новостройка а сейчас разница в два в три раза поэтому кто хочет купить вторичку самое время ее покупать потому что она сейчас начнет подтягиваться к новостройкам по цене дешеветь ничего не будет поверьте я уже не первый год в недвижимости и очень много кризисов всяких разных кризисов шмизисов прошел знаю что говорю не раздавали в новосибирске ни разу жилье бесплатно поверьте никогда вот смотрите какая старенькая улица крылова это самый центр города рядом с центральным рынком небольшой ремонтик ну хочу сказать еще раз да многие просто читают какие-то форумы чат и всякую чепуху ничего себе тут разрыли я давно не был вот в центре все плохо пробки все стоит ребят же вы живете в центре и допустим я вот живу я просто мимо пробок этих пешком прохожу мне плевать на эти пробки я не обращаю внимание в этих пробках стоят те кто приехал за тулинки по каким-то своим делам они стоят в пробках я не стою в этих пробках в каком я месте в самом центре города что-то плиточка не очень до на тротуаре в центре города а Время 9 утра, полдесятого, а на улице уже, ну, прям жарища такая, тропическая Театр Глобус Улица Серебренниковская А я все бегаю, эта улица у нас Зыряновская и пересечение с улицей Восход Погодка шикарная, 30 градусов, тепла Я стал по-другому как-то относиться к этому в последнее время Думаю, лучше такая погода, чем грязь и слякоть Лучше жара, либо уж пусть будет минус 30, чтобы все замерзло и тоже нормально ходить Здесь станция электрички, речной вокзал, электропоездов и метро, тоже речной вокзал Это коммунальный мост, кто еще не знает, возможно, кто первый раз смотрит видео Мост с Октябрьского района правого берега на левый берег Там у нас за мостом с левой стороны Кировский и с правой стороны Ленинский район На этом буду заканчивать свое видео Кого интересует какая-то информация про Новосибирск, про районы Где купить жилье подешевле, подороже Можете писать в личку, я добавлю вас в нашу группу Где много подписчиков и местных, и не местных И могу и я что-то прокомментировать И могут также люди, совершенно незаинтересованные лица, вам подтвердить Как обычно мою какую-то информацию Пишите в личку, если интересно, я вас добавлю в группу В нашу закрытую группу На первой пути прибывает электропоезд на станции Бугатак При посадке будьте внимательны и осторожны Счастливого ваше Попробуем Счастливого ваше Попробуем Попробуем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожно, двери закрываются. Осторожно, двери закрываются. На вот этом прекрасном моменте Москвич 412, если не ошибаюсь. На этом все. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА